Театр без границ, постановку без четвертой стены, отделяющую актеров от зрителей, сегодня показали в Национальной библиотеке. В спектакле по мотивам чувашских сказок «Тайна волшебного сундука» принимали участие и профессиональные актеры Тюза, и ребята, которые пришли на премьеру. В фильме Кинг-Конг обезьяна себя бьет по груди. Хоть и не съемки блокбастера, но задача не менее важная. Они готовятся участвовать в спектакле. Сегодня все зрители, актеры, разминают голос, ставят мимику, пластику, распределяют роли и раздают реквизит. И только после сказка начинается. Жили-были в старину два приятеля. Волшебный сундук решается открыть главная героиня Сарпиге. И без злого умысла, а только с благими намерениями. Хотя, как и бывает в сказке, добром это не оборачивается. В самые напряженные моменты нарастает волнение. Вновь налетел сильный пихот! Когда был ветер, и когда был дождь, и когда появлялся волшебник, вот тогда он слой был, и тогда нужно было греметь. Когда зрители вокруг актеров могут с ними разговаривать и помогать, им рождается общее творчество. Сказка-спектакль так и задумана в стиле иммерсивного театра, без границы между сценой и залом. У нас в спектакле это происходит. То есть погружение ребят, они становятся даже главными героями. Они выходят во время нашего представления, во время нашего спектакля. Они участвуют в наших некоторых обрядах. Они создают атмосферу. Они помогают главному герою победить злобного волшебника. То есть они погружены в этот спектакль. Все повествование пронизано национальным колоритом. От имен и костюмов главных героев Сарпиге и Вудчула до вышивки, в которой секрет спасения. То и дело звучит чувашская речь. А свадьбу решили сыграть осенью. В кергуне после уборки урожая. Спектакль основан на чувашских сказках. И дочи мне хочется, чтобы она тоже приобщалась к чувашской культуре. Мы живем в Петербурге уже 20-й год. Я там живу. И дочь хочу, чтобы тоже видела национальную культуру. Мою родину историческую. Чтобы видела, допустим, национальные костюмы. Дважды спектакль показывали для особенных зрителей. В национальной библиотеке состоялся третий благотворительный показ. Всего их будет 10. Организуют благодаря гранту, который выиграла некоммерческая организация «Начало». И, пожалуй, это тот случай, когда стоит занять место поближе к сцене. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов. Республика.